С миром, дорогая. Вот видишь как. Игнатий Тихонович, хочу у вас спросить разрешение приехать с внуком в Потеряевку. Летом. Мы же говорили, вы напишите об этом в мае. Хорошо. Майя. У меня вопрос в этом... Покупать билеты. Покупать билеты или нет? Нет, сейчас не покупайте. Зачем сейчас покупать так рано? Хорошо, в мае. Никак нельзя это. Еще не знаем, какая погода будет. А в мае уже будет близко к тому. Благодарю. А вы сколько-то подойдите с ним, чтобы я его увидел, побеседовал. Хорошо. Он сейчас в отпуске с родителями. И у меня еще такой вопрос, Игнатий Тихонович. Я-то с ним хотела вообще на весь месяц, на весь свой отпуск. Но родители хотят, чтобы мама хочет, чтобы он еще с папой был в отпуске. И мне придется его 20 июня увезти из Потеряевки. Вот помолиться за него, может быть, чтобы разрешили... Марина, слушай. А почему отсюда не приехать? Он курит, отец? Нет? Нет. Отец не курит. Я ему путевку выпишу, он приедет. Если вы туда будете, я вам отдельный... Выделю дом, отдельный выделю. Я согласна, но я боюсь, что папа не поедет. Он не такой верующий, как я. Вы скажите, скажите, тут находят утешение самые большие люди. Первые секретари приезжали ко мне партии. Из-за границы люди приезжают. Это не во мне дело. Это Бог делает. Хорошо. Вы ему скажите, то, что ты здесь получишь, ты больше нигде не получишь. То есть мы первым внуком уедем, нам мама разрешает, а он подъедет сам за ним туда, да? А мама, вы где живете-то? Мы-то живем на севере. Я уже в том году хотела к вам приехать, и в этом году уже точно решила. А вы маршрут знаете, как добираться до нас? Да, я до Барнаула прилечу самолетом. А попрошу, чтобы Сергей Павлович меня встретил. Или Игорь. Я тоже готов, и умница. Мол, я-то хотел про него сказать, а ты уже его застолбила. Да. Хорошо, что ты приходишь на утренние молитвы, на занятия. Я рад за тебя. Я стараюсь. Хочу еще с вами молиться. Ну, Господь как сделал. Видите, сродил незнакомых нас через жертву свою, своей крови. Так старайся, зятя, не раздражать. Никому не мешайся. Будь тихая. А о Боге говори везде. Что не по тебе, в уголок, где они там, помолись. Бог все допускает, чтобы мы исправились. Он любит нас. Благодарю, Игорь Тихонович, за наставление. Вопросы какие есть еще? Есть вопросы такие, которые я записала. Можно я скажу? Конечно. Не только можно, а нужно. Игнатий Тихонович, когда я читала Евангелие, то остановилась на таком вопросе. От Матвея, 19-30. Многие же будут первые, последними. И последние первыми. И сначала этот вопрос не поняла. Дальше потом читаю дальше. Матвея, 20-14. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. И подумала, что это ответ на мой вопрос. Вот хочу у вас спросить, правильно я подумала или нет? Нет, тут не об этом речь идет. Тут идет о призвании. Первых Господь избрал евреев, Авраама, племя его. И они первые, первые узнали о Боге Иегове. А оказались последними. Они его не приняли, говорит. И пришел к своим, и свои не приняли. 1-12 Евангелия Тиана. А тем, которые приняли, дал власть. Быть сынами Божьими. А язычники пришли последними. Когда, может, Россия, то через тысячу лет крещение приняла. А стали первыми. Везде проповедь зазвучала. Ну, если в идеале так. Первый считает, а бывает так. Человек в одном часу пришел, первый, а ничего не получил. То есть он там не проспал. А другой в самый последний момент и работал как следует. Хозяин заметил его и заплатил ему один динарий. Так же, как и первому и последнему, да? Да, именно так. Так вот, где говорится, первый и последний, это речь идет об национальностях. О язычниках, об евреях. Евреи это единственный богоизбранный народ был. А теперь все избранные. Господь их отверг, нам дверь открыл. А потом нам закрыто будет, снова евреям откроется. Но ненадолго. Проси Христос. Еврейский народ, надо молиться, никогда не поноси его. Только благословение принимай. Написано, благословляющий этот народ будет сам благословен. Вот я что делаю? Люди удивляются. Это неужели можно было сделать? Ну, любое дело, которое я бы делал, оно кажется совершенно невероятное. А почему я благословляю этот избранный народ? Я не одобряю. Я говорю о том, что они не правы где. Но я должен сказать то, что приводит ко Христу. Вот как. Все, вот мы делаем, что деревню строим. А сколько православных? Ни одной, одна на всю страну. Я занимаюсь детским православным лагерем с 1972 года. Считаю, сколько лет? Почти 19 лет при советской власти. И это невозможно было, сколько было гонений. Мы выстояли и показали. Мы смотрим, какие плоды выросли. Такую миссионерскую поездку, как мы, 120 тысяч километров, из Барнолла до Владивостока до Лиссабона, Прибалтика, никто не совершал никогда. Не просто так, а с дарами. В каждом 650 остановок. И везде дарили 38 томов моих книг. А это каждый стоит 750 евро. То есть по нашим деньгам 35 миллионов. Игнатий Тихонович, я сейчас созрела и беру у вас книги. Значит, 2 марта я высылаю деньги. Все, как вы мне написали. И напишу адреса, куда лучше. Держу совет. Если вдруг не получится к нам прислать. Подождите, сущаться ко мне. Сейчас я сначала посмотрю, кто это пришел. Подожди. Хорошо, посмотрите. Кто? Я скорее выпущу, но у меня тут разговор идет. Володя пришел? Пришел Володя. Иди, Володя. Привет ему передайте от меня. Большой. Замет. Смотри. Михаилюк Марина пришла. Вон какая красавица сидит. Она многое уже знает. А приедешь сюда, ты вообще. Мило. Володя, большое спасибо за мед. Еще раз вас благодарю. Теперь я хочу, чтобы книги мне прислали. Так как лучше сделать? В Питер или на Ринмар? Пускай посылка идет. Не знаю. Я не понял. Что надо там? Или разделить. Разделить может мне. Так лучше в Питер или туда идти. В другое дело-то у нас. А куда вы назвали еще второе место? В город Ринмар у нас есть почта. Все летают. С Москвы до Ринмара самолеты летают. А что надо-то ей? Она говорит, лучше куда? В Петербург или к ним туда, в город Ринмар? Книги, книги. Книги отправить, чтобы. Чтобы я вам книги отправил? Да, да, да. А разницы никакой нету. А зачем Санкт-Петербург-то? Вы не для себя? Для себя, для себя. Там дочка мне живет. Я вам уже выслал, что стоит и как. Все, все выслали, да. Я заплачу. Вы только сейчас квиток сделайте. Сфотографируйте. И остальное я уже, Володя будет тут отправлять. А нам разницы никакой нету. Хорошо, хорошо. Я тогда напишу, Володя, к истинному православию. Я хочу еще на Урал послать. Я напишу адреса. Поближе, далеко от микрофона. Тихо. А, к истинному православию напишу отдельно адреса. Ну, нет, я вам пошлю, а вы тогда сами рассылайте. А, хорошо, тогда так. Поэтому мы не можем ходить. Он стоит в очереди, сколько времени. Он тратит время, этот курьер. Нет, она говорит, что за раз только кистинному православию. В разные адреса. Она хочет к истинному православию дополнительно пять еще экземпляров. Дополнительно. Да, да. Ну, вот, отдельно. Мы поэтому сразу в посылке все положим, а там расправляйтесь. Спаси, Христос. А кому вы хотели эти пять экземпляров? Я хочу на Урал. У меня тетушка хорошая, очень верующая, читает. Так, поближе на микрофон. Микрофон далеко. Далеко от микрофона, да? Так. С телефона, говорю. Еще компьютер не купила. А, телефон. Ну, ладно. Ну, я постараюсь громко говорить. Вот если, конечно, понимать, как почтным поездом. В Санкт-Петербург-то, видимо, легче. Но это дальше километры. Поэтому они за километры берут. Ну, Володя отправить на почте, он знает. Он узнает там на почте. Вы сейчас сразу напишите точный адрес, индекс. И телефон напишите. Все напишите. И мы уже завтра... Хорошо. И деньги сразу переводите. Там, на карточку. И дальше мы уже все сделаем. Спаси Христос. Слава Христу. Еще раз сами повторите, что я вам написал там, чтобы все понятно было. Да. А то не просто написали люди. И не получили деньги. Так и не получили. Пришлось назад возвращать. Да ничего. Встретимся летом. Ну, да. Ну, с Богом тогда. С Богом. Слава Божьей нету. Все? Все. Все. С Богом. С Богом. Спаси Христос. Слава Христу. Давайте. Отхожу? Да, все, отходите. Во славу Божию. Во славу Божию. Во славу Божию. Все.